Библейский портал экзегет.ру представляет На портале экзегет мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Матфея и сегодня мы будем изучать 16 главу этого Евангелия. 16 глава Евангелия от Матфея начинается словами «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба». В 15 главе мы читали о том, что приступили книжники и фарисеи, а тут приступили фарисеи и саддукеи. На самом деле фарисеи и саддукеи были непримиримые богословские враги, потому что фарисеи были консерваторы, традиционалисты, а саддукеи были модернисты. Саддукеи не верили в воскресение мертвых, в ангелов, в духов, и в обычной ситуации они не общались друг с другом. Но в своем стремлении искусить Христа они все объединялись. Как во втором псалме царя Давида сказано, князья совещаются друг с другом, восстают на Бога и Христа, помазанника его. То есть составляется заговор самых разных сил этого мира против Христа Спасителя. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ, вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно». Что значит будет ведро? То есть дождя столько накапает, что целое ведро наберется. В Святой Земле редко бывают большие ливни. И если накапает дождя, что целое ведро будет воды, это уже много. «А поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, — говорит Христос, — различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, и оставив их, отошел». Проблема парисеев, книжников, из-за дукеев, как и простого народа того времени, они искали всяких знамений, всяких чудес. Но чудо, если это подлинное чудо от Бога, оно не может разрушать свободной воли человека. Это было бы насилием над человеческой волей. И чудо, поэтому, совершается в жизни верующего человека, а в жизни неверующего не совершается. Как и сказано в Евангелии, что в некотором случае по неверию их Христос не сотворил там никакого чуда. И эти люди, которые искали знамения, искали чудес, они должны были через Слово Божие убедиться в том, что Христос есть истинный Спаситель мира и Мессия. Об этом свидетельствовал и закон, и пророки, и Писание. И далее говорится об опасности уже для христиан, для верующих в Иисуса Христа, закваски фарисейской и саддукейских заквасок. Кого-то бросает в фарисейский такой ложный консерватизм, а кого-то в такой опасной, граничащей с безверием модернизм. Об этом мы читаем. «Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. И Иисус сказал им, смотрите, берегите закваски фарисейской и саддукейской. А они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Оразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе маловерные, что хлебов не взяли, еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали, не о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали, как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Как я уже объяснил, это были две крайности, одни были архимодернисты, это саддукеи, а другие архиконсерваторы, это фарисеи. А путь Христа – это царский, срединный путь. И далее мы читаем о событиях, которые происходят в Кесарии Филипповой, и тот текст, который мы будем читать, он является неким камнем раздора между западными и восточными христианами. Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, сына человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. И в наше время о Христе тоже по-разному говорят. Одни верят в то, что это Сын Божий, Мессия. Другие считают, что это просто был мудрый человек. А некоторые говорят, что он был просто философ. Кто-то видел в нем одного из пророков, и сейчас есть люди, например, те же самые мусульмане, которые называют Иисуса пророком. И во дни Христа тоже по-разному говорили о нем. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Он обращается к своим ученикам и через них к нам, к христианам. Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живаго. То есть он исповедует Иисуса Богом, потому что если он Сын Божий, значит, он единосущен Богу Отцу. Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой Сущий на небесах. Вот это очень радостные для христиан слова. Если кто-то верит в Иисуса Христа как в Бога, Сына Божия, Христа Мессию, это значит, сам Отец Небесный прикоснулся к нам и открыл нам эту истину. И далее Христос произносит слова, которые являются камнем преткновения между западными христианами и восточными. Он говорит следующее. А я говорю тебе, ты, Петр, камень, ибо имя Петр означает камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата да не одолеют её. И дам тебе ключи Царства Небесного, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. И многие западные христиане считают до сих пор, что церковь созидается на апостоле Петре. А так как Петр основал после антиохийской кафедры римскую кафедру, то логически рассуждаете, люди говорят, ну вот если эта кафедра римская, верховная, создана Петром, а на нём основание церкви, это как бы доминирующая община. Но давайте посмотрим, какие столкования нам предлагают святые отцы. Наиболее точное столкование этого текста мы находим у западного отца, блаженного Августина, который настаивает на том, что церковь созидается не на человеке Петре, а на вере, которую исповедал апостол Пётр в Иисуса Христа, как в Сына Божия и Мессию. Вот основание церкви. Не какая-то иерархическая должность, не Пётр как человек, а исповедание Петрова, в котором он выразил не только свою точку зрения, но и то, что исповедовали другие, которым тоже к этим апостолам прикоснулся Отец Небесный и открыл им эту истину. И блаженный Августин пишет, если бы после вознесения на небо церковь на земле возлюбила бы апостола Петра или апостола Павла больше, чем жениха Христа, это была бы преступная любовь. Преступная, потому что ради Христа и превосходства во Христе, как писал апостол Павел, мы должны всё почитать за ссор, за ничто. Ибо мы кто-то или что-то во Христе, и мы никто и ничто вне Христа. И церковь не может созидаться на иерархической должности, она созидается на вере в Иисуса Христа, как Сына Божия, Мессию. И удивительно, как точно, Западный Отец, великий учитель Западной Церкви, дал вот такое истолкование. Оно нам очень подходит. А некоторые восточные ацисты истолковывали так, что не очень, по-православному, прямо можно сказать, по этому вопросу. Здесь надо обратить внимание на то, что Церкви в лице Петра даётся власть, что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. В 18 главе 18 стих мы видим, что эта власть даётся и остальным апостолам. Там говорится, что вы свяжете на земле, что вы разрешите на земле. А в Евангелии Атеана, 20 глава, 23 стих, опять мы видим, эта власть была дана не только одному Петру, но и всем другим апостолам, когда дверями затворенными к ним приходит Христос и даёт им власть. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. И далее, тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос, то есть Мессия, Сын Божий. Почему Он запрещает об этом свидетельствовать? Потому что люди не были готовы усвоить этот догмат спасительный. Должно было пройти какое-то время, чтобы они созрели до понимания этого догмата. И далее Христос говорит о том, что Он будет убит, что потом Он воскреснет. С того времени Иисус, то есть после того, как они исповедовали Его, как Сына Божия и Мессию, начал открывать ученикам своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и пересвященников, и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И отозвав Его, Петр начал прикословить. Вот опять же к этой теме. Здесь он называется как бы камнем. Ты, Петр, камень. А здесь мы увидим, что Христос его назовет сатаною. И отозвав Его, то есть Христа, Петр начал прикословить Ему, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Это после того, как Христос сказал, что Ему надлежит пострадать, умереть. Он же, то есть Христос, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Вот здесь мы видим непостоянство любого человека. Если кто-то надеется на какую-то иерархическую должность, там, Папа Римский, или там кто-то еще, что вот как бы спасение здесь, а люди непостоянные. Ведь здесь Петр только что исповедовал истину, которую ему открыл Отец Небесный, а позже ведет себя как противник Христа, ибо слово «сатана», по-еврейски «сатан» означает «противник». Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. И далее Христос говорит о том, что надо все отвергнуть ради служения Ему. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу, то есть жизнь, свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, тогда воздаст каждому по делам его». Вот это призыв действительно отказаться от всего, даже если потребуется от жизни своей во имя идеалов веры. И, конечно, христиане не должны провоцировать на себя гонения, но если все-таки наступает период гонений, они не должны и уклоняться от прямых ответов на прямые вопросы, когда мир вопрошает их о Христе Спасителе. Мы верим в Него как в Сына Божия, то есть Бога, Мессию и Спасителя. И далее Христос восклицает «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». О чем это? Когда Дух Святой сошел на апостолов в День Святой Пятидесятницы, они пережили помазание от Бога и стали царственным священством. И они созерцали уже Христа в себе самих, во славе присутствовавшего в них, как тот же апостол Павел восклицает «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Как в Писании сказано в Новом Завете «Верую вселиться Христу в сердца ваши». А о действиях Святаго Духа прямо Христос говорит в Евангелии от Иоанна, что Дух Святой, который войдет в жизнь верующих, он напомнит им о Христе и о всех его словах, и о всех его наставлениях и поучениях. Дух Христов и есть Дух Святый, как он называется в Писании, потому что заслугами Христа, его крестным мучением мы сподобились того, что после очищения наших сердец, дух страданиями Христа, мы сподобились снисхождения в наш внутренний мир и благодати Духа Святаго. Как Христос сам и говорил, «Лучше для вас я пойду к Отцу, умолю Его, и Он пошлет вам Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду». Субтитры создавал Dуха Святаго,